Уважаемые тавдинцы, добрый день. Давно не обращался персонально ко всем нашим жителям по поводу распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Долгое время тавда сохраняла позиции, заболевшие были, но их было незначительно по отношению к общему количеству проживающих. Мы справлялись силами нашей центральной районной больницы, нашим инфекционным отделением, где было около 15 коек инфекционных. Но последний месяц ситуация резко меняется, мы видим. Она меняется и в области, и меняется у нас в городе. На сегодня 134 человека официально, мы считаем, находятся под наблюдением. Это потенциально люди, заболевшие, пока на них нет точных данных, имеется в виду, взяли анализы, но они за ними наблюдаем. А 92 человека – это уже подтвержденные положительные результаты, которые говорят о том, что человек болеет. При той нашей недисциплинированности можно смело сказать, что у нас заболевших не 92 человека, а гораздо-гораздо больше. И сегодня это те заболевшие, которые не находятся под контролем наших медиков, под контролем нашей санитарной службы, и продолжают заражать окружающих, своих родственников и с тем, кем они общаются. Значит, обстановка резко накалилась. Я бы хотел еще раз обратиться ко всем вам, дорогие друзья, а особенно к руководителям наших всех форм собственности, от которых сегодня зависит здоровье наших тавдинцев, во многом от нас, уважаемых руководителей. Если мы четко будем выполнять указ губернатора, рекомендации Роспотребнадзора, которые сегодня мы имеем на все виды деятельности, у нас мы сохраним наше здоровье, сохраним наших детей, сохраним наших родителей, те, кто в возрасте, потому что они, как правило, просто погибают. Вчера пришло сообщение, что умер министр сельского хозяйства, торговли и потребительского рынка Дегтярев, Дмитрий Сергеевич, замечательнейший человек, 40 лет. У него уж, наверное, было все, возможности его лечить, но тем не менее не спасли. Умерла депутат городской думы Екатеринбурга, Елена Дерягина, замечательный человек, женщина. В два дня скрутила, не смогли спасти. То есть, сегодня есть группа риска, на которую, ну, помочь им невозможно. Сегодня лекарств действенных от ковида нет. Это мы лечимся противовирусными препаратами, которые от гриппа, или еще там ряд есть лекарств, которых в Тавде, кстати, и в аптеке нет. И цена их сегодня уже по 2,5 тысячи. Не каждая семья может себе позволить. Значит, в неделю надо выпить этот препарат, как, ну, профилактический. Поэтому сегодня самые опасные у нас места, это места общего пользования, автобусы, в которых все ездят без масок. Я просто прошу всех руководителей, индивидуальных предпринимателей, кто занимается извозом и перевозкой пассажиров, значит, просто кардинальным образом поправить эту ситуацию. Они не могут в соответствии с графиком движения и прочее высаживать, драться с пассажирами. Но, тем не менее, давайте мы вот сегодняшнего дня будем требовать в автобус только с маской. Для него же тот, который пришел без маски, в первую очередь. Водитель, чтобы сохранил свое здоровье. Массовых мероприятий проводить, значит, сегодня губернатор продлил весь масочный режим до 28 июля. Поэтому вот те послабления, которые сегодня есть, а сегодня все практически работают. Но если сегодня красное-белое компания показывает пример, тебя не будут обслуживать, пока ты в маске не оденешь и не пустят тебя в помещение. Сегодня наши энергетики, газовики, еще ряд предприятий, где вот это соблюдается. Но давайте мы и в самых малых предприятиях, в самых маленьких магазинчиках, и малых там, значит, кафе, которые работают, это соблюдать. Если мы это будем соблюдать, у нас резко упадет и заболеваемость. Сегодня открыли 40 коек дополнительных инфекционных в бывшем здании роддома. Еще остался один Наташа. Я так чувствую, что еще мы будем открывать. Но до бесконечности, сами понимаете, это невозможно. Я еще раз обращаюсь. Сегодня наша больница, к сожалению, не справилась с санитарными нормами. Сама вся переболела и заболела. Врачи, кто еще должен быть? Мы идем к ним спасать свое здоровье. Они больные все. И больные работают, и заражают других. Вот сегодня идет разбор полетов. О чем? Поэтому мы проведем буквально с завтрашнего дня ряд рейдов по контролю и за торговлей, и за общественным транспортом, и за массовым скоплением народа. Значит, сегодня суды пока давали предупреждение. Я думаю, что это время, наверное, прошло, и пора уже людей, особо рьяных, наказывать. И мы будем их наказывать. Мы понимаем, что сегодня сложная ситуация и с доходами каждой семьи, и вроде какой-то штраф давать, там, 4 тысячи. Жалко. Мы жалели. Но вот наша жалость выливается, значит, в гибель людей и массовое получение инвалидности. Потому что средняя тяжесть заболевания, она дает инвалидность. В том человек все равно у него часть легкого не работает. И работать не будет. Поберегите себя. Убедительно вас в этом просим. Спасибо за понимание.